На самом деле я хотел попробовать что-то новое, поиграть в новые игры, в новые жанры, открыть для себя новые форматы. Но тут разрабы из Барселоны подумали, ой, а чё б нам не сделать ремейк Готики Первый и выпустить тизер, чтобы люди оценили и сказали, годно вышло или нет, и хотят ли они ремейк вообще. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики, с вами я, ваш верный друг, а ваш верный друг это я. Данный ролик сделан не в целях рассмешить вас, так что приколов и юморесок будет по минимуму. Моя основная цель оценить возможный будущий продукт в серии Готика. Этот тизер сделан совершенно другими людьми, так как пираньи абсолютно уверены, что люди очень хотят Элекс 2, а не какую-нибудь там Готику. Поэтому издатель CHQ Nordic решили отдать разработку в руки барселонской команды издателя. Все обладатели оригинальной Готики в стиме получили демку за бесплатно, с тем условием, что если всем понравится, то они будут делать продолжение. И что самое главное, они сказали, что это не конечный вариант. Всё будет меняться, переделываться с учётом мнения игроков. Что из этого получится, мы, конечно, не знаем, но благо демо у нас в руках, ну и начнём. Всё начинается с предисловия, где нам рассказывают совершенно необычную историю и первым кадром показывают карту из Готики 3. Хria ہ… Даа… Аххахаха… Понятно. Королевство Мертана объединено и представляет из себя что-то похожее на СССР, только в руководстве сидит не суровый Сталин, а Робор II, который тут показан нытиком и истеричкой. В этот момент я понимаю, что разрабы реальные фанаты Готики и они рубят фишку. Идёт ужасная суровая война против оркских бомжей. Они сильны, но у людей есть лютый буст в виде оружия из магической руды. Эту самую руду король отправил добывать не обычных шахтеров, а самых необычных зэков. Причем этот дебил отправлял туда всех подряд. Неважно кто ты, маньяк, зарубивший детский садик, или вор, который украл из лавки свиток с новой главой «Очень приятный бог», тебя банят пермачом и отправляют в рудники. Однако, чтобы быть максимально уверенным, что с долины рудников никто не сбежит, Робар приказал магам сотворить над данной местностью барьер, который будет пропускать всех внутрь, но вот изнутри, как говорится, от секса насильного не удержался, с негодяями под куполом остался. Но совершенно неожиданно случился грустный поворот. Во время установки магического барьера случился некий трабл, который сделал процесс создания нестабильным, и данный купол стал больше в несколько раз, захватив в плен и зэков, и стражников, и магов. Само собой, зэки взяли все под свой контроль и вынудили короля пойти на компромисс. Он им дает все необходимое для ведения лакшери стиля жизни, а те продолжают стабильную доставку магической руды. Наступил мир. В один из таких дней под купол отправили еще одного зэка, которому без каких-либо для игрока объяснений кинули послание, которое он должен доставить. Кому это послание, мы, конечно, не знаем. Да, ребята? Все, теперь вы знаете предысторию первой готики, как видите, я краток как никогда. Тут начинается игра. Помимо пересказа сюжета, я также буду проводить анализ и сравнение, так как с первой готикой все-таки знаком. Первое, что цепляется за мой взор, это масштабы. Помните, как выглядела локация из первой части? Все было миниатюрно, скромно, лампово. А тут масштабы-то какие. Многоэтажный спуск. Облака рядом с нами. Нет, вы не подумайте, что я паникую и говорю, что это плохо. Просто данным простором разработчики пытались показать масштабность добычи руды и просто рудной промышленности. Я считаю, что это достаточно любопытный подход. Также хочу подметить, что наш современный Кассипоши то и дело ведет с собой идеологии и выглядит он, кстати, очень по-чухански, что тоже плюс. Спуск вниз не прошел на ура. Внизу случилось нечто никак не связанное с событиями оригинала. Прием товаров извне был прерван некими незнакомцами, которые устроили тут настоящий хаос со взрывами, огнем и тотальным разрушением. Смею предположить, что никаких бочек с порохом у них внизу не было, так что, скорее всего, атаку устроил маг огня. Но это я так, мыслю вслух. Несмотря на этот таинственный теракт, наш Кассипоши выживает и старается найти выход отсюда. Но перед этим я, конечно, тут походил, все осмотрел и провел для себя некие аналитические действия, а именно оценил, на что способны разработчики и как примерно они видят будущее готики. И, само собой, такое надо оценивать буквально с первых секунд. Как я говорил, видно, что масштабы увеличены. К слову, хочу подметить, что внешне игра выглядит не так плохо, как я ожидал. Конечно, не уровень 2019 года, но и не уровень какой-нибудь Thumb to Worlds. Хотя с оптимизацией траблы очень жесткие. Я понимаю, что все это дело поправимое, но сейчас технически ощущается, как типичная польская РПГшка в день выхода. Но, несмотря на все это, я не печалюсь. По вечерам я чилю WoW Classic, ведь буквально недавно там вышел новый важный ПВП-апдейт с полями битв, они же батлграунды. Помните ущелье песни войны, альтеракскую долину? Теперь вы можете снова ощутить волнение от эпических баталий и новый поток жизненных рофлов, которые устраивают игроки. Даже сам Бакареш, свободное от чтения фанатской почты в день, устраивает замесы в ущелье песни войны, где главная цель захватить вражеский флаг и отнести его на свою базу. Но, как вы можете догадаться, в большинстве случаев игрокам найти флаги глубоко все равно. И они просто уничтожают друг друга в битвах 10 на 10, потому что это весело. Чтобы попасть в ущелье песни войны, нужно получить 10 уровень и в вашей столице найти своего данжон-мастера, в нашем случае батлграундмахера, который отправит вас в сторону увлекательного забива. Если вы любитель небольших ламповых битв, то ущелье песни войны ваш вариант, чтобы скоротать свое время за кружечкой какао и унижать противников, не отходя от места их респауна. Но если вы любитель разгуляться прям на полную, альтеракская долина выбор настоящего вов-ветерана, ведь там все битвы происходят в формате 40 на 40, которые порой длятся и по несколько дней. И это я еще не поведал вам, что за участие в этих битвах вы будете получать очки чести, крутые награды и эпическую экипировку. Если вы уже успели облазить всю классику, повыполнять все квесты и думать, что вам больше нечем заняться, то поля сражений именно то, что нужно для возвращения в игру. Вов-классик! Переходи по ссылке в описании под роликом. О, а вот и труп солдат из старого лагеря с мечом в бочине. Непривычно видеть в готике катсцены, да еще и такие частые. Что мне еще нравится, так это как игра ощущается атмосферно. В оригинале сразу, как мы падали за барьер, мы ощущали себя бомжом никому не нужным в жестоком мире. А тут мы ощущаем себя не то что бомжом, а чмом. В каком-то поехавшем мире, где все взрываются и все умирают. В любом случае, в наших руках появляется первое оружие. Сломанный меч. По канону, конечно, это должна быть кирка. Но, ну и так, хотя не, не-не-не-не, именно кирка должна быть. Не подумайте, что я нытик олдфак, просто в оригинале это имело некий символизм. Пац! На нас агрессирует некая жуткая тварь. Благо она убегает в ночь. Что я также хочу подметить, так это то, как быстро наш Косипоши понял суть долины рудников, да и всего готического смысла в принципе. Опа! Трубчанский с кишками наружу. Не скажу, что через расчлененку и жестокость строилась атмосфера оригинала, но видение нынешних разработчиков не отторгает, а скорее вызывает любопытство. На нас нападают щелкуны. Это же снаперы, нет? Достаточно необычно прям сразу нам их в лицо кинуть. Тут-то мы и знакомимся с прототипом новой боевки. Кто-то сравнивал ее с For Honor, но я в юбисофтовской игрульке не гамаю, так что буду вести свои сравнения. Для меня эталонными боевой системы в играх является Dark Messiah. Кстати, следующий кратко возможно будет по ней. На втором месте стоит Arx Fatalis, а на третьей Kingdom Come. К чему это собственно я? А, в первых двух вариантах направление наших ударов зависит от того, в какую сторону мы двигаемся в момент занесения руки для удара. В первом случае, по моему мнению, это просто идеальное решение, так как ты чувствуешь себя абсолютно свободно во время битвы и можешь двигаться по полю боя, как тебе захочется. В случае Kingdom Come'а наши удары зависят не от движения тела, а от движения мыши. В какую сторону махнул невидимым курсором, таким удар и будет. В случае Готики боевка больше похожа как раз таки на последний вариант, так как наши удары полностью зависят от поворота мышью. И начнем, пожалуй, с минусов данного боя. Во-первых, нам всегда надо быть залоченным на противнике. Ни о какой свободе передвижения, как в той же Dark Messiah, быть и не может. Во-вторых, главным недостатком является неудобство при драке против компаний противников, так как залоченная на противнике камера больше просит такой интимной боевки, драки, тет-а-тет. То есть такой бой идеально подходит для дуэлей, а не кабацкой мешанины один против троих. Но у данного подхода к бою есть свой, я бы даже сказал, главный плюс. Это богатство комбоударов и уловок, которые можно навесить. Так как наносить серию ударов просто двигая мышкой намного удобнее, чем хаотично двигаться влево и вправо, надеясь, что наш болванчик ударит именно так, как мы хотим. Сейчас бой выглядит не особо богато на приемы, но при должном желании можно сотворить просто неописуемые вещи и превратить нашего героя в того еще дуэлянта. Так что разработчики, все в ваших руках. Но, несмотря на мои рассуждения, щелкуны кусают меня за мягкое место и нас побеждают. И это достаточно логично. Наш главный герой это чухан майонезный с куском меча в руке. Если бы он победил этих троих, то было бы, ну, совсем не в духе готики. Но вот что действительно в духе оригинала, так это то, что нас спасает наш старый добрый знакомый Диегоч. Видно, что разработчики действительно решили перенести из оригинала все, но на новый лад. Каменный кулак буллета заменили на трех снаперов, но нас все так же спасает старый добрый Диего. Мне это по душе. Касси-Поша теряет сознание и просыпается уже в берлоге нашего сенпая. Многие недалекие жаловались, что тут Диего слишком не такой, как в оригинале. Там он представляется мексиканцем, а тут он какой-то француз. И вообще нетрадиционной сексуальной ориентации. Начнем с того, что мнение этих людей не учитывается, потому что сразу видно, что такие заявления могут делать лишь недалекие смышления малолетки. Данный вариант Диего мне вполне по душе, так как по архетипу он все тот же типичный наставник, которому не пофиг на нас. Таким же был и Диего в оригинале, только в данном случае он подходит к нам более основательно, так как видит нас перспективного малого. Также я не особо понимаю, почему многие жаловались, что с ним у нас происходит очень долгий и ненужный диалог. Опять же, обвинения исходят из уст недалеких вырожденцев. Диалог с ним, по сути, это пересказ всех строчек диалога из оригинала. Мало того, разрабы также достаточно точно перенесли сюда отношения окружающих к нашей личности. Следующее, что мне сразу же бросается в глаза, так это диалоговая система. Поначалу мне она показалась унылой. Мало того, я очень беспокоился, так как очень многие кидали скрины именно с этими двумя вариантами диалога, указывая на убогость данного тизера. Но, к счастью, сообщаю вам, что диалоги тут более разнообразные, чем их показывают недалекие. Кстати, хочу кое-что сказать насчет обвинений в сторону гомосексуальности Диего. Многим показалось, что он ходит и двигается не как Диего, а как Педро. Но, видимо, некоторым это просто непривычно, так как в оригинале те просто стояли и рандомно двигали руками туда-сюда. Видимо, прогресс спугает людей. Хотя некие нотки около аристократичности есть в манерах начальника теней. Интересно, каким его покажут в дальнейшем. Вот и все, наконец-то началась полноценная относительно демо игра. Мы можем изучать прилегающие территории и далее анализировать происходящее вокруг нас. И первые, мои главные претензии касаются именно оптимизации. С технической точки зрения игра не просто хромает, а скорее ползает с отказавшими ногами. Вертикальная оптимизация не включается. Игра то блестит, как у кота глаза, то отключает освещение в самых неожиданных местах. Многие жаловались на слишком цветастый тон игры. Так вот, это конкретно траблый настрой. Если снизить вот эту строчку на средний, то цветовая палитра будет где-то на уровне второй части. Ну это я так, к слову говорю. О, а вот и мясная жучара. На тебе ногой по хребту. Локальные красоты сняли с меня самые главные опасения. Глядя на скрины, я боялся, что меня будет ждать тропическая местность, как в каком-нибудь райзен 2. Но благо тут все такие же суровые северные леса. Также я решил залезть в наш инвентарь. Он меня не особо удивил, зато наш дневник и по совместительству справочник очень даже порадовал. Очень приятно и информативно сделаны описания местности персонажей. И если это будет и в полной версии, то я буду так счастлив. А вот, кстати, и пункт приема товаров извне. Только уже при дневном свете. Опять же, масштабы меня очень и очень радуют. Главное, чтобы это не было как в третьей готике, где все было большое, но пустое. Все-таки оригинальная готика славилась именно своей небольшой, но максимально насыщенной территорией. На месте вчерашнего теракта мы встречаем некого Кайдена, который походу новый персонаж, потому что в оригинале я такого не помню. Сразу видно, что он мародерствует тут, хотя по его словам он является челиком из старого лагеря. Это говорит о том, что тут люди все так же обманывают друг друга, обворовывают и вообще под куполом никому не стоит доверять. Очень даже в духе оригинала. Слово за слово и мы получаем от Кайдена задание по добыче важного для него амулета из рук неких двух негодяев, Сайруса и Берега, что украли его у него. Если выполним задание, то Кайден позволит нам вырвать меч из обгорелого трупа его товарища. Вот это я понимаю, крест. А награда-то какая, очень даже по готишному. Кстати, посмотрите на рожу нашего Касипоши. Он немного напоминает Ольгерда фон Эверика, но с синдромом Тупича. Ох, а мыли-то его как... Этих двоих я нахожу быстро. Именно в тот момент, когда один гасит другого. И сейчас тут происходит то, о чем я и говорил. Когда идет драка один на один, боевка ощущается во много раз лучше. Я вам говорю, главное ее доработать. Довести до ума. Обвешать разными комбо-приемами и вуаля. Далее мы можем выбрать, убить его или нет. Я, конечно, пошел бы по геноциду, но вы меня знаете. Но разрабы сделали этого персонажу уж больно страдающим от ран. Аж не по себе становится. Этот челик узнает, что нас послал Кайден. А когда мы говорим про амулет, так он и вовсе начинает рофлить. Поясняя, что нас надули. Кайден и эти двое были подельниками. А тот амулет является неким ключом. Кайден обманул всех. Стравил между друг другом, чтобы в итоге весь кабар себе забрать. Ну, все пока что в духе готики. Мужик просит нас не говорить Кайдену, что мы его пощадили. И отдает нам свои игральные кости в качестве необходимых доказательств для негодяя. Также он говорит, что амулет был у первого помершего. Точнее, тот его куда-то заныкал. Но так как тот обладал слишком убогой памятью, то, скорее всего, при нем записка с подсказками, где искать его тайник. Также при желании мы можем помочь челику залечить раны. А тот, в свою очередь, обещает сбежать в новый лагерь и в будущем помочь нам. Как только сможет. Что ж, ну, такой вариант мне по душе. Я отдаю ему целебный подорожник, хотя потом, как оказалось, я мог отдать ему целебное зелье. И нахожу тайник с амулетом прямо рядом со знаком Белиара. Можно идти сдавать квест. Но я еще походил по округе и поизучал всякое. Я наткнулся на падальщиков, которые тут выглядят как мелкие мутанты. А еще дошел до закрытых ворот. Да-да-да, те самые, те самые. Только тут охранники нас не пустят, пока не получат приказа от Диего, либо же пока мы не найдем челику что-нибудь целительное от похмелья. Я, конечно, пытался пройти этот квест, но он, походу, залагал у меня. Ничего, бывает. Хотя, будь это полноценная игра, то я бы такое, честно говоря, не простил. О, смотрите, я могу писякать в горшок. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ой, я деградирую, господи, боже мой. Так искренне смеяться над такой чушью во время записи голоса, это невероятно. Наш Косипоша может творить кулинарные изыски по заготовленным рецептам. Конечно, это звучит неплохо, но мне больше нравилось, когда мы в оригинале медитативно жарили мясишко на костре. Ды-ды-ды-ды, мы жарим картошку. Надеюсь, такие приятные интерактивности добавят и в готовый продукт. Допустим, прятки в бочке. Отдаю амулет Кайдену, говорю, что те двое мертвы, за что получаю от него множество благодарностей, а в будущем помощь от него и его кузена Були. Кажется, мы начали заводить достаточно полезные знакомства на территории колонии. Хе-хе, найс. Теперь у нас есть меч. Диего доволен, а врата в новый мир открыты для нас. Все эти локации знакомы до боли. Разрабы четко давят на ностальгию, расставляют то тут, то там знакомые глазу детали интерьера. А сам факт, что они знают, какие детали расставить то тут, то там, говорит о многом. Достаточно необычные изменения в дизайне брони. К тому же тут ты стал черным. Конечно, к этому придраться сложно, так как это нетипичное СЖВ изменение в угоду меньшинствам, ведь на территории полно людей самых разных национальностей. Просто немного непривычно видеть того самого кретина Бладвина другим. Хотя тут он все такое же не обезображенный интеллектом булдыга. По его словам, он отсюда не уйдет, пока не сможет отдать долг двум охотникам из нового лагеря. А именно, коготь волка и мясо щелкуна. Думаю, не будет сюрпризом, что Диего отправляет именно нас за данными трофеями. Ой. Я, конечно, не против, но вот битва против щелкуна 1 на 1 больше походила не на очередную битву против моба, а скорее на неожиданный боссфайт. Тут же мне опять непонятны некоторые претензии со стороны олдов. Мол, как так можно? Убить снаппера в начале игры. Конечно, в оригинале такое сотворить достаточно сложно, но ведь и тут это подается нам именно как серьезное испытание. Хотя, что я говорю? Ведь забивать палкой тролля в начале игры, это же очень даже естественно и реалистично. Я понимаю, что эта прерява с моей стороны притянута за уши. Просто лично мне кажется, что в данной игре баланс пересмотрен, и в будущем для нас опасность будут представлять совсем иные виды противников. Удивляем Бладвина нашими трофеями, и по сути движемся к концу данной демки. Диего говорит нам подняться и потушить сигнальный огонь, так как по логике старого лагеря, потушенный огонь означает, что можно открывать ворота, ведь все в порядке. Кто-то спросит, а почему противник не может потушить огонь и обмануть стражу? На что я вам скажу? Так ведь тут же дверь на ключик закрывается. Ладно, ладно, звучит глупо, но все так и есть. Напоследок нас встречает Диего, и игра заканчивается. Диего и игра заканчивается. И это был тизер для ремейка Готики, дорогие мои. Я, конечно, еще раз этот тизер перепройду лично для себя, и выбью все ачивки, но все не так ужасно, как пишут многие. Потому что по отзывам, что я читал, все говорили, что демо дно, Диего гей, боевка ужасная, бла-бла-бла. А я считаю, что выглядит все неплохо. Тем более разработчики четко прислушиваются к аудитории. Плюс еще точно неизвестно, какой будет будущая игра. В опросе после игры разрабы спрашивали, чего мы хотим больше? Ремейка, приквела или сиквела Готики? Так что то, что вы увидели, это даже и близко, не показатель того, что нас может ожидать. Все может быть еще лучше, а может быть и хуже. Главное, что увидел лично я, так это то, что разрабы хотя бы играли в оригинал, и рубят фишку, если вы понимаете о чем я. А на сегодня все, дорогие мои. Многие из вас очень слезно и сильно просят меня заняться райзеном и продолжить делать кратко по творениям пираний. Если вам реально, вот прям реально этого охота, то покажите мне это. Поставьте лайк по данным роликам, и если количество лайков хотя бы приблизится к сумме, ну допустим 100 тысяч лайков, то я займусь производством. И нет, я не обнаглел. Просто если я займусь первой частью, то точно займусь и второй, и третий, а лезть в этот омут без яркого сигнала от аудитории дело сомнительное. До скорых встреч, мои дорогие друзья. Пока.